Заболевания суставов Первый – это связан с образом жизни Второй момент – это должность, занимаемая человеком Есть малоподвижный образ жизни, а все-таки иногда и нагрузочные моменты рабочие Ну и третий – это проблема питания на сегодняшний день, которая немаловажна В возрасте от 30-40 лет люди приходят с жалобами всего лишь на позвоночник Какие-то моменты со стороны позвоночника, которые уже имеют отражение на суставах в очень дальнем, позднем периоде Чаще всего они связаны с занимаемой должностью и спортивными нагрузками Люди, которые начинают приходить ко мне в возрасте от 45 и старше Эти люди, которые чаще всего жалуются на проблемы в суставах коленных и тазобедренных Но это уже отражение нелеченного позвоночника, вообще заболевания позвоночника Потому что в разных организациях по-разному относятся к понятию остеохондроза Часто распространенное заболевание Чаще всего это заканчивается на уровне противовоспалительных препаратов Первично, когда вы ощущаете в какой-то ситуации на уровне дискомфортно Вы должны оценить, что это ненормальное состояние в данной области в данный момент времени На сегодняшний момент при здоровой ткани, при минимальном количестве воспалительного какого-либо процесса Вы будете ощущать действительно только лишь дискомфорт Вы вдруг поймете, что у вас появилась шея, что у вас вдруг существует поясница Вдруг у нас есть колено, да, на уровне что-то где-то там болит Но это не означает, что этот процесс не развивается То есть своевременная диагностика и правильная постановка причины Что очень важно, да, именно причины развития данного заболевания Приведет к его излечению Потому что симптомами болевого синдрома Когда занимаются врачи на уровне обычной медицины, да Или мало интересующих их пациентов Это лечение симптоматическое Мы даем противовоспалительный препарат Или обезболивающий компонент препарата Для того, чтобы просто купировать болевой синдром Но нет у нас времени на данного пациента Или у нас большая загруженность ввиду большого количества людей А причина остается той же самой На уровне обезболивающих или противовоспалительных препаратов Мы просто-напросто заглушаем симптом боли А причина развивается дальше Когда мы получаем уже органические изменения Как правило, лечение будет очень сильно сложным Какой метод лечения костно-суставной патологии Вы используете в клинике Кивач? В условии клиники Кивач В плане моей профессии травматологии и ортопедии Я использую такой метод инновационный Как плазмотерапия Для лечения костно-суставной патологии Метод он основан на введении тромбоцитарной массы Полученный из крови самого человека Для лечения и восстановления Скажем так, для запуска регенерационных моментов Той области пораженной, с которой мы работаем Чтобы это было более явно, более открыто, понятно Я вот продемонстрирую на уровне часто обращаемых жалоб С коленным суставом Вот такой вот рисунок Коленный сустав в, скажем так, в разогнутом состоянии В более эффективном Коленный сустав, он является биомеханикой Он подвергается частому воздействию весовой категории Чаще всего повреждается, особенно после травм Когда люди обращаются ко мне с различной патологией менископатии Заболевания именно менисков, которые, скажем так Амортизаторы коленного сустава Защищают тоненькую хрящевую прослойку от ее дальнейшего разрушения Соответственно, его огрузка остается только на хрящевую ткань Она безумно тонкая Ее минус в том, что она не имеет кровеносных сосудов Поэтому питание получают только лишь за счет кровоснабжения самой кости Эта хрящевая ткань, недополучая питательных веществ И до того будет страдать Дегенеративно-дистрофические изменения, связанные именно с нарушением кровотока питания В дальнейшем просто приводят к его разрушению К мелким трещинам Которые, в свою очередь, разрушаясь, оголяют костную структуру Что делает плазмотерапия? То есть, мы берем у пациента внутривенно его кровь Когда плазма готова, в проекцию обезболенного места мы вводим именно плазму терапию Саму плазму, желтый, скажем так, компонент крови, который богат не только регенерационными клетками В частности, мы используем тромбоциты, которые, в свою очередь, попадая на воспаленную часть того или иного сустава Скажем так, распознают момент его нарушенности или разрушенности Или вообще какой-то нарушенности целостности ткани Начинают регенерировать и восстанавливать его соответственно Сам метод, он направлен на восстановление Я не работаю с симптомами боли пациента То есть, я четко работаю с причиной Если обговаривать с человеком плазмотерапию в плане травматологии ортопедии Мы работаем с участком воспаления То есть, если я говорю про сустав, про хрящевую ткань Это внутрисуставное введение Если мы говорим про мышечную боль Это у нас введение внутримышечное Мы четко должны понимать, что работать нужно не с симптомом, а именно с причиной заболевания Иначе, если мы причину не будем лечить, то заболевание будет прогрессировать все дальше и дальше И в конечном итоге мы придем к такому суставу, который уже будет подвергаться только лишь эндопротезированному Эффект достигается от полугода до полутора лет За счет того, что опять-таки возвращаемся к степени пораженности сустава Поэтому пациенты, с которыми я работаю, я их приглашаю к кому-то через полгода А с кем-то я встречаюсь через полтора года Клиника Кивач. Лучшая детокс и антиэйдж клиника. Миссия клиники CheckUp Detox Anti-Age Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok